МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипет. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. 4 ноября, день единства. Что о празднике знают саровчане? Бумажный вариант больничных листов отменяют с 1 января. Красота в положении. Молодежный центр проводит городской фотоконкурс. Далее расскажем обо всем подробно. Бумажный вариант больничных листов отменяется. С 1 января листы нетрудоспособности будут оформлять только в электронном виде. Сведения о закрытии больничного будут поступать работодателю автоматически. Распечатывать талон электронного листка и передавать его работнику не потребуется. Бумажные листки нетрудоспособности, выданные до 1 января и закрытые после этого срока, будут оплачивать в обычном порядке. Процесс прохождения листка нетрудоспособности с момента его оформления и до выплаты по нему пособия доступен в личном кабинете 4 ноября в России отмечают День народного единства. Праздник был учрежден в 2005 году. Однако многие россияне до сих пор не знают, что произошло в этот день и что именно мы отмечаем. Этот молодой праздник уходит корнями в далекое прошлое. 4 ноября наша страна отмечает День народного единства. Праздник учредили в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Казьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских и литовских интервентов. А что о знаменательной дате известно саровчанам? Что за праздник отмечаем? А, День единения. Единствовали единения. В общем, что-то связано с Мининым и Пожарским. Единение России, что ли? А что за праздник это? А? А что это за праздник такой? Ну, я не знаю. Единение России в тем случае. Все этим сказано. Праздник? Господи, День единства, если мне память не изменяет, да? Поменяли, раньше был 7 ноября у нас, а потом сделали День единства. Ну да, знаю. 4 ноября также отмечают День Казанской иконы Божьей Матери. У государственного и церковного праздника общие истоки. Икона была символом движения. Перед ней молились Минины Пожарский. В дни решающих битв за Москву и Кремль она была с ополченцами. Праздник – это Казанская, самое главное. А потом Гельцинский праздник, который он придумал. Единение какого-то, когда мы никогда не разъединялись. Четвертое число. Четвертое. Ну и самое главное – Октябрьская революция для нас, стариков. А народное единство – это что такое? Может, знаете? Ну, я думаю, что это объединение всех народов. Это праздник терпимости, это праздник понимания, это праздник единения всех вер, наций. В честь единства народов. А что это вообще такое, единство народов? Уважение, толерантность, видимо, имеются в виду друг к другу, чего не наблюдается, к сожалению. Так что, так-то могу сказать только вам. Купна заедина, вместе заодно. Этот призыв Казьмы Минина стал девизом для ополченцев. В Нижнем Новгороде земский староста Казьма на площади обратился к людям с призывом создать освободительное движение для борьбы с польскими и литовскими интервентами. Сегодня эта площадь носит его имя. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Саровчане стали победителями международной выставки «Юных изобретателей-2021». В этом году выставка проходила онлайн и собрала участников из более чем 12 стран. Ксения Резвова получила серебро за проект робототехническая платформа «Эвбот», а голосовой помощник Галя Ивана Будакова был удостоен специального приза. Ребята учатся в школе информатики «Вектор плюс плюс». Другая важная информация в подборке коротких новостей. Клиническая больница номер 50 напоминает график работы на выходные. Поликлиника номер один будет работать 5 и 6 ноября с 8 до 16 часов. 5 ноября принимают врачи-терапевты, хирург, работает прививочный кабинет. 6 ноября помимо названных специалистов можно попасть также к травматологу и гинекологу. В поликлинике номер два в эти дни будут работать врачи-терапевты и прививочный кабинет. В детской поликлинике педиатр. Можно вызвать врача на дом. 4 и 7 ноября поликлиники не работают. Стоматологическая поликлиника принимает пациентов 6 ноября с 8 до 13 часов. 4, 5 и 7 работает врач-стоматолог в кабинете больничного городка. Всероссийская акция «Ночь искусства» в этом году вновь пройдет в онлайн-формате. Она начнется 4 ноября. Свою программу представят культурные учреждения региона. Наш город тоже присоединился к акции. Саровский драматический театр покажет зрителям трансляцию спектакля «Провинциальные анекдоты». Ссылки на видео будут размещены на сайте театра и в группе ВКонтакте в 16 часов. С 18 часов можно присоединиться к онлайн-активностям городского музея, художественной галереи и библиотеки имени Маяковского. 11 важных для развития туристического потенциала Нижегородской области участков дорог отремонтировали в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В частности, сделали подъезды к двум центрам притяжения туристов – селу Большому Болдино и Дивеевскому монастырю. В нормативное состояние привели участок протяженностью более 15 километров на дороге Ордатов-Дивеева. Около 8 километров отремонтировали на подъезде к Ордатову от дороги Владимир-Муром-Арзамас. Для развития кластера Ордамас-Дивеево-Саров отремонтировали участки дорог Владимир-Муром-Арзамас, выездной Дивеево-Сатис, малой обездной Дивеево и северного обхода Ордамаса. Общая протяженность 11 участков – около 58 километров. Более миллиона жителей Нижегородской области сделали прививку от гриппа, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. Это составляет 34% населения, проживающего на территории региона. В числе привитых более 177 тысяч детей. Оптимальный срок для вакцинации от гриппа – сентябрь-ноябрь до начала сезонной циркуляции вируса. Прививку можно сделать одновременно с введением других вакцин. Например, медики могут сделать прививки от гриппа и коронавируса в разные части тела. И иммуногенность препаратов не снизится. Всего в регионе заболело гриппом 8 человек. Стартовал прием материалов на городской конкурс «Ученик года-2021». Его проводят Дворец детского творчества. Участниками конкурса могут стать ученики 9-11 классов из всех муниципальных школ Сарова. Конкурс проводится в два этапа. Первый этап отборочный продлится до 23 ноября. Второй этап – финал пройдет 9 декабря в 16 часов на платформе Zoom. Подробности можно узнать по телефону 952-32. Дворец детского творчества. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в Уральском федеральном округе доктор медицинских наук Сергей Токарев. Сертификат о вакцинации все еще действует год, поскольку он был рассчитан на уханьский штамм коронавируса. Менее агрессивный, менее патогенный. Срок действия сертификата по-хорошему стоило бы поменять на шестимесячный, и, возможно, эта работа будет проведена. Заявил Токарев в ходе прямого эфира в Инстаграм. К настоящему времени почти все регионы РФ вели QR-коды для посещения общественных мест. В семи субъектах России система еще пока не запущена. Новое слово в современном документообороте – электронная подпись. Она приравнивает любой электронный документ к бумажному оригиналу. Об изменениях, внесенных в Федеральный закон 476 об электронной подписи, расскажем далее. Правила получения электронной подписи изменились. Нововведения призваны декриминализировать рынок выпуска этих подписей. С 1 июля выдавать электронные ключи могут только удостоверяющие центры, аккредитованные по новым требованиям. Всего их существует четыре вида. Коммерческие занимаются физлицами, центры Банка России кредитными либо некредитными финансовыми организациями, а также операторами платежных систем. Один из них – это удостоверяющий центр Федеральной налоговой службы, который будет выдавать ключи электронной подписи юридическим лицам, в частности, руководителям, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, индивидуальным предпринимателям и нотариусам. Четвертый вид – центр Федерального казначейства работает с лицами, замещающими госдолжности РФ и субъектов РФ, а также должностными лицами госорганов и органов местного самоуправления. Те удостоверяющие центры, которые не получили аккредитацию после 1 июля 2021 года, не имеют права выдавать электронные подписи, а ранее выданные ими ключи закончат свое действие 1 января 2022 года. В настоящее время Минцифра дал указание доработать программное обеспечение операторам связи, то есть к концу этого года подпись, полученная в аккредитованных удостоверяющих центрах, будет применяться вообще на всех площадках, необходимых для ведения торгово-финансовой деятельности. Ключ электронной подписи можно использовать для сдачи отчетности в государственные органы, работы с различными системами и ресурсами, осуществлению финансово-хозяйственной деятельности. Базовые документы, необходимые для получения подписи, включают заявление, паспорт, СНИЛС, ИНН или ОГРН, а также сертифицированный носитель ключевой информации. Более подробную информацию о правилах получения ключа электронной подписи в удостоверяющем центре ФНС России можно получить по телефону 36875. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Россопнадзор открыл горячую линию по вопросам количества контрольных работ в российских школах, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства. Школам рекомендуют проводить оценочные процедуры по каждому учебному предмету в одной параллели не чаще одного раза в две с половиной недели. При этом объем учебного времени, который тратят на контрольный, не должен превышать 10% от всего объема учебного времени. Также Россопнадзор рекомендует не проводить контрольные работы на первом и последнем уроках и не проводить для одного класса более одной контрольной в день. «Мы открыли специальный почтовый ящик, куда родители могут направлять информацию об избыточном количестве контрольных и проверочных работ», сообщил руководитель Россопнадзора Анзор Музаев. Обращение можно направлять по адресу электронной почты график нижнее подчеркивание крсобака обранадзор.гов.ру. При этом необходимо указать регион, школу и удобный способ обратной связи. «Красота в положении». Молодежный центр проводит ежегодный городской конкурс в преддверии Дня матери. Цель фотосостязания – напомнить о ценности семьи и подчеркнуть важность роли мамы в воспитании ребенка. Подробности далее. Беременность – самый ответственный и волнительный период в жизни женщины. Будущие мамы стараются запечатлеть каждый день ожидания малыша. Молодежный центр предлагает саровчанкам поделиться счастливыми моментами и принять участие в ежегодном конкурсе «Красота в положении». Нет, наверное, ничего более прекрасного, чем женщина, которая находится в положении ожидания появления маленького чуда. Вообще, конечно, ожидание маленького человечка – это радостное событие для всей семьи. Поэтому в конкурсе у нас будут номинации, в которых не только мамы могут принять участие, но и вся семья. В конкурсе четыре номинации. Первая – «Счастье внутри». Здесь ждут фотографии, отражающие красоту женщины в положении. Вторая номинация – «Семейная. Ожидаем вместе». Снимек должен отражать любовь и заботу близких о маме и малыше. В третьей – «Дыхание ангела». Нужно представить фотографии с малышом до года. Последняя посвящена только мамам и их таланту. Мама – искусница, потому что в этот период, в период ожидания, многие мамы вяжут своим будущим малышам что-то, шьют, вышивают, игрушки какие-то изготавливают. Нам бы хотелось, чтобы поделились с нами такими замечательными работами, на что вдохновляет женщину период ожидания малыша. Фотография должна быть в формате JPEG размером не менее 1920х1080. Заявки и фотоработы принимают до 24 ноября на e-mail васькинасобака.mc.defisarov.ru с пометкой «Красота в положении». Дополнительную информацию можно узнать по телефону 99108. Хэштег «Дари, корми, люби». В Сарове проходит благотворительная акция в поддержку частных приютов для бездомных кошек и собак. О том, как помочь братьям нашим меньшим, расскажем в следующем репортаже. Помочь четверногим друзьям может каждый. Акцию «Дари, корми, люби» проводят руководители клуба Акбар совместно с Ресурсным центром добровольчества. Во внимание волонтеров оказалось три частных приюта для животных, которые содержат неравнодушные люди. Они подбирают кошек и собак на улице, кормят их и выхаживают. Мы нашли вот этих людей и решили помогать им, потому что им никто не помогает. Хотя у нас все довольно-таки прозрачно. У нас, если что, можно посмотреть ссылки на эти приюты. То есть девчонки сделали там отдельные странички на них. Там животные разные. Там животные бывают и коллеги, которые попали в трудные жизненные обстоятельства. Для приюта требуется лекарство и бытовая химия, корма разных видов, пеленки и наполнители. Также в пунктах приема с радостью примут старые одеяла, матрасы и постельное белье. Если у кого-то, еще раз напоминаю, что-то есть дома, то что вам не нужно, и, как говорится, не выкидывайте, приносите сюда нам. Мы сами сошьем, сами все сделаем, и с животным будет приятно. Потому что скоро зима, а получить теплый матрасик будет как раз в тему и к делу. Пункты сбора помощи животным находятся в Сарфатеи, кабинет 103, а также в клубах здоровья и восход. Акция «Дари, корми, люби» пройдет до конца весны. За подробной информацией можно обратиться по телефону 8-991-452-3272 или в группу клуба «Акбар» ВКонтакте. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе, смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова